МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей Республики на телеканале Регион-12. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. Существенное потепление и дожди с мокрым снегом ожидаются в Мариел в ближайшие дни. Так что зима пока не спешит вступать в свои права. Завтра днем будет преимущественно без осадков, а ближе к вечеру ожидается небольшой снегопад, который продолжится и в воскресенье. Все это время температура воздуха будет расти и составит в Республике от 0 до 5 градусов тепла. В понедельник еще один атлантический циклон принесет осадки уже преимущественно в виде дождя. Заметно усилится южный ветер. По предварительным данным, во вторник и среду пройдут довольно сильные дожди. И лишь только к концу следующей недели ожидается, что температура уйдет в постоянный минус. Юные пациенты детской гастроэнтерологии будут лечиться в новом стационаре, отведенном специально для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Профильный дневной стационар переведен из детской городской больницы на улице Волково в здание поликлиники номер 3 Наишкинина. В Республиканском Минздраве объясняют, необходимость переезда в новое помещение назрела уже давно. Одна из основных причин – стационар соседствовал с двумя отделениями, в которых маленьким пациентам требуется особый покой. Это отделение патологии новорожденных и детская онкология. Впрочем, были у переезда и другие мотивы. Это патология, гастроэнтерологическая патология. Это те заболевания, которые не ходят одни. То есть они всегда с чем-то связаны. И поэтому для детей важно, чтобы их консультировали специалисты других профилей. И нам это проще сделать в многопрофильной поликлинике. Там есть и невролог, и лор-врач, там есть врач-диетолог, что немаловажно для детей с этой патологией. Затем там есть прекрасный дневной стационар, кабинет УЗИ, диагностики с современным оборудованием, кабинет функциональной диагностики, где проводится ФГС, функциональное исследование желудочно-кишечного тракта. Новейшее оборудование закуплено. И есть физиоотделение прекрасное, ЛФК. То есть созданы все условия для того, чтобы там находился этот дневной стационар. На новом месте врачи намерены обеспечить маленьким пациентам и родителям все необходимые условия для эффективного лечения. Добавлю, что дети с тяжелыми формами заболевания будут госпитализированы в круглосуточный стационар детской республиканской клинической больницы. Подробный материал о детской гастроэнтерологии смотрите в ближайшее время в информационной программе 12 новостей республики. Форма одежды парадная, но рабочий день никто не отменял. Сегодня исполнилось 100 лет со дня создания органов внутренних дел. 10 ноября 1917 года декретом советской власти в России была создана рабочая крестьянская милиция. В 2011 году после вступления в силу нового закона о полиции название профессионального праздника изменили на более обтекаемое. День сотрудника органов внутренних дел. В настоящий момент в системе МВД Мариэл работают около 3000 человек. О том, какие задачи сегодня ставятся перед органами охраны правопорядка, наши вопросы напрямую адресованы министру внутренних дел по республике Мариэл генерал-майору полиции Виктору Косареву. Мы с вами находимся в одном из самых, наверное, необычных мест Мариэлской полиции. Это музей МВД. У одного из самых ярких экспонатов. И наша встреча здесь не случайна. Конечно. Сто лет советской милиции отмечается уже совсем скоро. Я предлагаю вам прогуляться по музею МВД. С удовольствием. И предлагаю вам выступить в роли моего экскурсовода. Я здесь первый раз, и многие наши зрители тоже. С удовольствием. Мы видим большую экспозицию в музее МВД. И скажите, каким экспонатом в этом году, почетным экспонатом пополнится эта коллекция? В этом году пополнится коллекция. Она будет немножко там сзади. Это к столетию уголовного розыска. Самая ведущая служба. Это, как говорят в системе МВД, это хребет всего МВД. Вот пополнится именно для уголовного розыска. А что именно там будет? История уголовного розыска нашей Марийской Республики. С чего начиналось и все заслуги. Ведь это же богатейшая история. Если бы вам поручили сформировать эту экспозицию, первый экспонат, который бы вы внесли в музей на стенд уголовного розыска. Что бы это было? Я старался бы найти первого начальника уголовного розыска Марийской милиции. Давайте вернемся в современность и продолжим прогулку по музею истории. Итак, ноябрь 2017 года. Фактически завершение года. О чем можно сказать? Каковы предварительные итоги работы полиции Республики Мариэл в этом году? Они практически остались на прежнем уровне. Зарегистрировано больше 115 тысяч заявлений и сообщений о преступлении от гранд различного характера. Возбуждено больше 4 тысяч уголовных дел. Я сейчас могу в единицах просто точную цифру не сказать. Больше 25 тысяч административных материалов составлено. Не секрет, что, наверное, большую часть правонарушений, преступлений, которые совершают жители Республики Мариэл, связана с тем, что участники событий, назовем их так, находятся, мягко говоря, в неадекватном состоянии. Но, проще говоря, бывают нетрезвые. Это так? У нас есть анализ, есть сравнение с нашими соседями, с Приволжским федеральным округом, в целом по России. Будем говорить, что мы не выделяемся от того, что прямо у нас пьющая республика. Нет, ни в коем случае. То, что есть, да, вопрос есть того, что граждане находятся в неадекватном состоянии на улицах, и они просто им требуются... Провоцируют, получается. Провоцируются, им требуется помощь, да, какая-то. Ну, куда его определить? Либо в медицинское учреждение, либо к нам поместить, да, как на учителя. Раньше вытрезвители были? Раньше были вытрезвители. Сейчас их нет. Сейчас это очень остро стоит вопрос. И, в принципе, и с главой администрации мы этот вопрос обсуждали. Но здесь, как минимум, нужно взаимодействие и распределение функций, как минимум, двух министерств. Это Министерство МВД и Министерство здравоохранения. Поэтому этот вопрос очень серьезный. Он не только у нас по Мариэл, он у нас по всей стране. И создают эти вытрезвители, возвращаются к вытрезвителям. Буквально единицы регионов. Но это исправляет ситуацию? Ну, конечно, исправляет. Ну, это беспокоится же. Мы проявляем все заботу о гражданах. Почему? Потому что у нас республика, она же не южная. У нас уже холодно. А представляете, когда морозы, когда снег, люди в таком вот состоянии, им нужна помощь. За ними нужен контроль. Но все-таки доля пьяной преступности в общем числе преступлений. Все-таки снижается. В этом году идет снижение. А среди автомобилистов? А среди автомобилистов уже второй год у нас идет рост. Что делать-то с ними? Совместными усилиями бороться. И я хочу поблагодарить гражданам, сказать спасибо за эту бдительность. Еще одна тема, мимо которой я не могу пройти, касается нашего подрастающего поколения. Это подростковая преступность. В прошлом году был рост. В этом году у нас сокращение роста совершенных преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 28,8%, если быть точными. В прошлом году рост нам дала одна группа. Они могли совершать преступления, если их сотрудник полиции, будем говорить, отводил домой, наблюдал до 11 часов за... Это конкретная группа ребят. Это конкретная группа ребят, да. И не успевал уйти, как они выходили, в том числе начинали вовлекать. Других несовершеннолетних совершали преступление. Поэтому у нас такой рост и по прошлому году. Если брать по лицам, то их немного, а по количеству совершенных, то да. На что родителям обратить в первую очередь внимание? Вот что является тревожным симптомом? Ну, во-первых, схема, это, наверное, круг общения, интересы. Те же... Ну, сейчас все уже... Если мы раньше... Нас на улицу тяжело было домой, как говорится, загнать. То сейчас тяжело на улицу. Это я сужу по-своему ребенку. Это компьютер, это вот эти вот игры и так далее, и так далее. Что он смотрит в этих соцсетях, ребенок? Вот прежде всего обратить внимание, с кем общается, какие интересы. И тогда уже делать какие-то выводы. Несколько лет назад в республике много говорилось и что-то делалось для того, чтобы создать систему видеонаблюдения, ну, в частности, на улицах города. В Ешкарале стоят камеры видеонаблюдения. Сейчас программа «Безопасный город». В каком она состоянии, каковы перспективы ее развития? В феврале, если мне память не изменяет, 22 февраля 2017 года принята программа, государственная программа республики Мариэл в целом по профилактике правонарушений, где, в частности, входят комплексные программы по камерам. Мы в Волске поставили буквально весной целый комплекс. Ну и как бы нам того не хотелось, в преддверии чемпионата мира у нас в Казани, рядом в Нижнем Ловгороде, ведь будет масса приток болельщиков, туристов, и они пройдут через нашу республику. Нам никуда от этого не уйти. Нам придется это делать. И здесь есть взаимопонимание и с главой республики, и с правительством республики. Но все, к сожалению, упирается в финансирование. На сегодняшний момент у нас 251 камера, это только по Йошкарале. С помощью камер 90, ну больше 90 преступлений раскрыто, не говоря уже о выявленных административных правонарушениях. Уровень доверия к полиции. Вот помните известную строчку «Моя полиция меня бережет». На ваш взгляд, каждый ли житель республики может так сказать? Вы первый вопрос мне задали. Вот такие цифры, да, что больше десятков тысяч заявлений и сообщений. А это говорит о том, что это говорит об уровне доверия к полиции. Ведь граждане, почему они ведь обращаются 115 тысяч, да, в целом больше 115 тысяч заявлений и сообщений от граждан. По ним, если вот так математикой заняться быстро-быстро, больше 25 тысяч – это административные материалы, 4, больше 4 тысяч возбуждено уголовных там дел, отказные материалы, 9 тысяч где-то вот так вот отказы возбуждены. Остальные-то материалы граждане обращаются к нам по любым вопросам, даже вне компетенции полиции. Мы обязаны это, и я требую это, и министр наш требует того, что гражданам рассказать, не направить в тот орган, который компетентен ответить, либо решить данный вопрос. Поэтому вот эта цифра, когда вы ужаснулись, я сказал, это нормально, это говорит о доверии к полиции, что чем больше будут граждане обращаться, тем, значит, больше они нам верят. Профессиональный праздник, День полиции, дата все-таки праздничная или рабочая? Она и праздничная, и в то же время, будем так говорить, рабочая, потому что наряды по всем направлениям и по всем службам будут нести службу, ну, даже, можно говорить, в усиленном варианте. Что к своим коллегам в этот день желаете? В первую очередь я поблагодарил бы и поздравил ветеранов с днем столетия образования советской милиции. Ну, а в целом, пожелал бы всем, всем сотрудникам это здоровья, оперативного везения, очень крепкого тыла, потому что, чтобы все знали, что дома ждут железный тыл. Земных благ и удачи. Вот самой простой человеческой удачи. Спасибо. Спасибо. Информационная программа «12 новостей Республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, на нашем YouTube-канале, а также в группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.